Здравствуйте, товарищи зрители! А темы данного видео наиважнейшие. И вот какие. Чем опасны, вредны масла из семян? И неужто такие масла вреднее сахара? В чем тут смысл и суть? В чем вред? Есть ли масла из семян безопасные? Если да, то какие? Какие именно масла из семян самые вредные? Краткая история появления масел из семян, как люди обманули. На каком масле можно жарить и какое добавлять в салаты? Об этом и многом другом я сейчас вам подробно поясню. В настоящее время один человек взрослый съедает примерно до 6 ложек масла растительного разного каждый день. Это примерно 75-85 грамм, то есть 700-800 килокалорий, что составляет более 35, даже более 40 для кого-то процентов всей дневной нормы по калориям. Но если бы было дело только в калориях, вредные масла получают из семян, бобов, зерна, но не из самих растений, как, скажем, масло сельдереевое, допустим, какое-то редкое, из стеблей, допустим, или из мякоти, скажем, оливок, авокадо, кокосов. Это дело другое. Все растительные жиры называются маслами. Жиры, собственно, это животные жиры. Например, сливочное масло. Практически все растительные масла содержат ненасыщенные жиры. Насыщенные – это только животные, тоже сливочное масло, или, как исключение из растительных, кокосовое. Идеальная пропорция омега-3 к омега-6 полиненасыщенным жирным кислотам в маслах – это вообще один к одному. Это идеал, но такого практически не бывает. Люди в наши-то дни потребляют примерно пропорцию такую – один к двадцати, а то и к пятидесяти. То есть в тридцать, в пятьдесят раз больше омега-6, чем омега-3 жирных кислот. Ну и что в этом такого, спросите вы, а я скоро поясню в чем. Так вот, когда люди потребляют один к десяти, двадцати, тридцати, начинаются воспаления, ухудшается амин веществ, масла, более того, встраиваются в наши клетки, в мембраны, и долго не перерабатываются, и не выводятся из организма. Они становятся частью наших тканей, организма, примерно на два-три года. А помимо того, они лишают нас важных нутриентов, и они очень быстро окисляются, потому они полиненасыщенные, в отличие от насыщенных жиров. Полиненасыщенные жирные кислоты лишают нас в первую очередь жирорастворимых витаминов, таких как А, Е, К2, Д3. И, собственно, сахар тоже лишает нас многих ценных нутриентов и витаминов, и минералов, например, витамина В1 в первую очередь, витамина С, а таких минералов, как цинка и магния тоже. У одного известного врача на канале недавно было видео. Оно, собственно, побудило меня сделать вот такое глубокое аналитическое видео по маслам. Так вот, там был специалист, который продемонстрировал схему. Вот эту. Сейчас вы ее увидите. Схема действительно такая, можно сказать, поразительная. За последние 100 лет, ну, чуть меньше, сахар, как утверждает этот специалист, в обществе практически не растет. Ну, то есть, его потребление практически не растет. А вот потребление растительных масел растет с высокими темпами. И даже если вы лично масло не едите, но едите какие-то полуфабрикаты, что-то покупаете уже жареное, то всегда это в упаковках жарено на самых дешевых растительных маслах. Если вы ходите в кафе, рестораны и что-то едите там жареное, то это жарится тоже на растительных дешевых маслах. По данным специалиста, оказывается, например, в США рост потребления сахара с 22 года до 87 прошлого века был незначительным. Хотя это, мне кажется, странным. Но, тем не менее, количество масла растительного разного, которое люди стали потреблять в обществе, выросло за эти 65 лет в 6 раз. И при этом ожирение выросло примерно в 5,5 раз. Безусловно, эти данные говорят о том, что на ожирение, в первую очередь, влияют в этом случае, конечно, масла. Но уровень-то потребления сахара тоже высокий, а сахар с маслами – это, что называется, гремучая убийственная смесь для нашего иммунитета, печени, ну и, конечно, для всего организма. Конечно, глядя на эту табличку, вы можете сказать, ну, значит, сахар, мол, не опасен. Что же говорит этот доктор? Он же много лет говорит о вреде сахара. Нет, конечно, это не так. Опасен и вреден и очень. Тут дело в том, об этом они не сказали, что рост потребления сахара в сотни раз тоже был в США, но когда? Примерно с 1890-х годов. И этот же специалист у доктора говорит, что с 1890-х годов рост диабета второго типа вырос к 2016 году в 4600 раз, потому что до 1890-х годов практически диабета не наблюдалось. Но диабет рос и, правда, в других темпах, и с 1922 года. И вот до 2016 года примерно в 28 раз увеличилось, еще увеличивалось количество больных диабетом второго типа. И здесь иной тому, конечно, масла. То есть изначально и в большей степени сахара, и во вторую очередь, и добавляют в свою лепту именно растительные масла из семян. Правда, сейчас в наши дни уже с 2000-х годов темпы эти усилились, ускорились еще больше, потому что и вот этот так называемый фастфуд, стритфуд, он в обществе, особенно западном, нарастает со страшной силой. Хотя у нас в стране вот эти все полуфабрикаты, когда ленится делать, даже готовить сами дома, а покупают готовое, там уже есть растительные масла. И в этом беда. Теперь немного истории. Она важна. Масло, как отдельный продукт, появилось примерно в 1860-х годах. Конечно, разные семьи, в разных народах масло делали, давили сами и раньше. Но имеется в виду промышленно, в больших количествах. А ведь масла очищенные, что это такое? Это продукт концентрированный, но там нет никаких фитонутриентов. И масло, к тому же, сильно окисляется, соприкасаясь с воздухом. Тогда образуются свободные радикалы, которые повреждают и ДНК, и митохондрии нашей энергостанции организма. И вот тут самая главная опасность масел. Хотя не только в этом. Но вот послушайте особо внимательно. Масла растительные, особенно из семян, повреждают митохондрии наших клеток. Они приводят к дисфункциям митохондрий, к уменьшенному КПД выработки митохондриями энергии, так необходимой нам. Дело в том, что масла накапливаются в нашей жировой ткани тела. Они полиненасыщены, поэтому сильно подвержены окислению. Масла повреждают митохондрии. Дело в том, что омега-6, жирные кислоты, встраиваются в мембраны митохондрии. Ведь у каждой органеллы есть свои мембраны, в том числе и у митохондрии. Тогда внутренние мембраны митохондрии уже не пропускают протоны и теряется заряд. Омега-6 накапливаются и создают среду, вызывающую воспаление, в том числе в суставах, в сосудах. Тем более в этих маслах или вовсе нет, или почти нет витаминов, которые могут как-то поправить дело, препятствуя этим воспалением, как антиоксиданты. При потреблении масел поднимается аппетит. Человек больше ест, больше получает калорий, быстрее толстеет. Почему человек хочет есть более высококалорийную пищу? Потому что он испытывает дефицит энергии, несмотря на то, сколько ест и что ест. Потому что энергоэффективность митохондрии падает. Организм как бы обманут и пытается получить энергию с новой едой, которой и так достаточно и предостаточно. И потому, если уж вы потребляете масла и что-то жарите на них, обязательно принимайте витамины. Ну, по крайней мере, К2 и Д3. Вообще в идеале и Е и А. Ну, например, спирулину можно потреблять в этом смысле, получая А и витамин Е. Что касается Д3 и К2, их надо принимать отдельно. Но это в полной мере проблем не решит. Почему? А вот слушайте. Дело в том, что полиненасыщенные жиры не просто накапливаются в жировой ткани мембран, а и в жировых клетках нашего организма, и во всех жировых мембранах разных органов и тканей. И вот период полувыведения, да, есть такой термин, два с половиной года, они выйдут из тела, если полностью прекратить их потреблять только через три года. Как быть? Ну, во-первых, есть в идеале цельные продукты. Если вы что-то делаете из них, то есть жарите, то не жарите ни в коем случае, ни на каком подсолнечном, арахисовом, кунжутном и на прочих маслах из семян. На каких я сейчас всё это поясню. Потом, если вы вот всё-таки идёте в ресторан, в кафе, я понимаю, что это мало кто будет делать, кто-то плюнет на это, от этого проблема только не уйдёт, то лучше, лучше, конечно, не ходить. Но если уж ходите, возьмите с собой безвредное масло и попросите пожарить на нём, на MCT, пожалуйста, на кокосовом. В крайнем случае на оливковом, что нежелательно, но это в крайнем случае. Не жарьте на других маслах, ну, конечно, можно на сливочном, потому что это как раз насыщенные жиры. Тут проблем больших нет. Немного про историю использования растительных масел из семян. Раньше масла изначально получали из семян для лампад. Ну, потом стали использовать как машинное масло для смазки механизмов разных. Затем для скота и уже спустя много лет умные люди решили использовать их в пищу другим людям. Потом стали делать из растительного масла долго храняющийся маргарин. Это трансжиры. Запомните, и об этом у меня были видео уже отдельные в составе других видео. Трансжиры всегда приводят к онкологии. Это один из самых сильных онкогенных факторов. Никакого маргарина, никогда в жизни ни грамма не потребляйте. Поэтому смотрите внимательно этикетки. Даже если вы покупаете какие-то уже приготовленные или сложно сочиненные искусственные блюда, пищу, там может быть написано гидротированные продукты, гидротированные масла, гидрогенизированные. Это все синонимы трансжиров. Никогда не покупайте это. Никогда не используйте. В общем, бизнес пошел. Например, хлопковое масло, от него доход был, стал. У людей, которые стали его продавать и куда-то с чем-то смешивая получать маргарин и продавать его. Так вот, стал больше, чем от продажи выращивания самого хлопка. Итак, самые вредные масла. Это соевое, рапсовое, кукурузное, сафлоровое, арахисовое, подсолнечное, хлопковое. Их лучше вообще не используйте. Не делайте салаты с ними, не жарьте на них. Нигде их быть не должно в идеале. Помните, что они создают воспаление в организме. Тем более, на них не жарьте. Но они, конечно, да, самые дешевые. Рестораны жарят именно на них. Эффект вредный для человека получается накопительный. Их накопление в организме влияет на сосуды, желудок, кишечник, печень, на образование полипов в кишечнике. А вот насыщенные жиры, они уже насыщены. Они практически или вовсе не окисляются. Они стабильны, но они более дороги, как вы это понимаете, наверное, я надеюсь. И вот с середины 19 века, особенно с конца 19 века, пошла кампания по обесцениванию животных дорогих жиров. И началось продвижение дешевых растительных, очень выгодных для бизнеса, ненасыщенных жиров, то есть масел. Вся обработанная еда в наше время содержит растительные масла, салатные заправки, все на основе дешевых растительных масел. Еще раз, эти масла накапливаются в тканях организма. Они нарушают обмен веществ. Сжечь их, как сахар, быстро нельзя. Никаким спортом. 2,5-3 года, помните, выводятся они из организма. Только тогда организм, что называется, может вздохнуть спокойно. Многие люди этого не понимают и даже не поймут. А от этого есть проблемы того, что люди лечатся, а вылечиться не могут. Ну хорошо, а вы спросите, есть ли безопасные масла для салатов? В общем, да. Тут нужно пояснить. Вообще, конечно, по-хорошему, не стоит потреблять никакое масло. Но самое безопасное для салатов. Льняное. Там соотношение омега-3 к омега-6 жирным кислотам оптимальное. Но дело не только в этом. Чуть дальше я поясню про омега-3 и 6. На втором месте это органовое масло. Очень дорогое, но можно сказать, что полезное. И жизнью, практикой, а не только теорией это проверено. И, конечно же, самое безопасное это MCT масло. Но в крайнем случае оливковое первого холодного отжима. Кстати, если хотите, вот оливковое масло использовать, био, только органическое, безусловно, и только первого холодного отжима. Кстати, не все понимают, что это такое. Ну, когда выжимают из сырья масло холодным способом, прессами, то масло еще процентов до 20 в продукте, в массе остается. Это же деньги. Как тогда поступают производители? Они добавляют специальные химикаты, которые заставляют при втором отжиме выйти этим маслам. Часто extra virgin, так называемое, там, экстра масло первого холодного отжима, туда все-таки добавляют, вне зависимости от того, что пишут на этикетках, и вот всякие, вот эти вот вторичные выжатые масла. Сейчас, к сожалению, это не редкость. В общем, у нас есть органическое биомасло оливковое первого холодного отжима, кстати, как и масло авокадо, тоже оно добывается не из косточек, не из семян, а именно из мякоти, из жиров, содержащихся в мякоти плода, это совсем другое дело. Там нет определенных антинутриентов, содержащихся в семенах. Ссылку, как приобрести такое масло, авокадо, оливковое, MCT, пожалуйста, там, и кокосовое, я оставлю вам под этим видео. Можно, конечно, иногда потреблять и конопляное масло, ну, в общем, только оно должно быть в идеале свежеотжатое, оно не должно окисляться, должно быть свежее. Другие масла потреблять не стоит. Пожалуйста, не пишите мне под видео, а вот еще такое масло, никакие растительные масла, другие, в салаты потреблять нельзя. То есть, конечно, можно что угодно, и подсолнечное, и арахисовое, и любой, только будет огромный вред от этого. А теперь вопрос, на чем жарить, чтобы уменьшить вред, уменьшить окисление, вот на чем. Как я говорил, лучше не жарить вовсе, потому что при жарке образуются свободные радикалы, новые соединения, которых не было в исходном продукте, зачастую они для организма неестественны и вредны. И потому, если и жарить, то на каких маслах? Ну, конечно, на сливочном, либо топленом, оно же кхи. Или, если мы говорим о растительных, самое безопасное, и, кстати, единственное из всех растительных масел, тоже насыщенные жиры содержащие, это кокосовое масло. У нас есть органическое кокосовое масло, много лет с одной тайской компанией мы работаем, оно сертифицировано био. На производстве наш сотрудник жил практически год, и это идеальное кокосовое масло для вообще применения у него и наружное, и делать на его основе разные мази, и применять внутрь, и натирать кожу. Ну, это уже вопросы другие, под товаром там можете прочесть, и видео о нем посмотреть у меня на канале. Так вот, помимо их, самое лучшее, конечно, масло МСТ, оно, кстати, добывается именно из кокосового масла. И оно, причем тоже органическое, у нас также есть. Недавно поступило в продажу вот это масло МСТ, об этом у меня было отдельное видео, вот это, можете его потом посмотреть. Ссылки я оставлю на все, о чем я вам говорю, прямо под этим видео. А так, конечно, я советую есть только цельные продукты, там нет никаких концентрированных, окисленных масел, а если уж жарить, то, как я сказал, вот на этих маслах. Теперь послушайте очень важную информацию про омега-3 и 6 жирные кислоты. Омега-3 и 6 жирные кислоты в масле всегда смешаны друг с другом. Они, конечно, есть в одних и тех же продуктах всегда, но отдельно. Они как бы разделены между собой клетками, мембранами, но при отжатии масла из каких-то семян, они в концентрированном виде смешиваются друг с другом, и в этом их большой вред, ведь они друг другу антагонисты. Есть еще одна проблема масел. В любых растительных маслах, даже в льняном лучшем масле, нет ЭПК и ДГК полиненасыщенных жирных кислот. А из омега-3 жирных кислот есть только АЛК. В любом случае, имейте это в виду. Да, кто-то скажет, ну, из АЛК, я знаю, синтезируют сам организм ЭПК и ДГК, полиненасыщенные жирные кислоты. Это теоретически так. То есть, если кишечник идеально здоров, дисбиозов нет, то да, и то в небольших количествах. Иногда этого достаточно человеку, но в наши дни это редко у кого. Ну, процента 3-5 людей может у них и идет в полной мере этот процесс синтеза. С нашими бактериями, родными симбиотическими кишечными, если нет дисбиозных прочих проблем разных, сибра там и так далее, то действительно ЭПК и ДГК синтезируются из АЛК. Но в основном у людей это не так. И поэтому об этом можете забыть. А дефицит ЭПК и ДГК жирных кислот приводит к атеросклерозу, инфарктам, инсультам, сотням других болезней. Обязательно про вот саму суть, как работают, что это такое ЭПК и ДГК жирные кислоты, омега-3 полиненасыщенные, посмотрите в нескольких лекциях профессора Исаева. Ссылки на эти лекции я вам оставлю под этим видео. Если вы захотите вот эти концентрированные ЭПК и ДГК омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты приобретать, то это препараты профессора Исаева. Лучшее, что есть в мире, не в России, вообще в мире, потому что это был специалист номер один в мире по жирным кислотам. И это препарат, например, латалсиленом или омофор. Но ссылки на них, ну вообще на все препараты профессора Исаева я вам оставлю тоже под этим видео. Так вот, увеличить потребление омега-3 с ЭПК и ДГК жирными кислотами в рационе просто необходимо. Да, кто-то скажет, это, мол, рыбий жир. Ну тогда уж лучше рыбный жир, так называемый, подкожный, где действительно высокое количество ЭПК, ДГК жирных кислот. Кто-то скажет, печень трески. Да, теоретически правильно это так и есть, но печень это фильтр нашего организма, любого животного. И что содержит печень? Трески, например, из нынешних тамарей, которые заражены. Ну, это тоже, тоже большой вопрос. И скорее всего, тяжелые металлы, разные ртуть и прочее содержат. Поэтому тут одно лечим, другое калечим. Ну а чистые ЭПК и ДГК жирные кислоты, это вот, ну в наши дни это самый лучший вариант. Это вот именно, что я сказал, препараты профессора Исаева. Кто-то скажет про желтки куриных яиц. Действительно, омега-3 жирные кислоты там представлены всей группой своей. И в том числе ЭПК и ДГК. Но тут есть нюанс. Вот содержание омега-3 жирных кислот, и тем более ЭПК, ДГК в яйцах-то ведь может быть совершенно разное. Знаете, насколько варьироваться? Ну, например, как я уже говорил, идеальное соотношение один к одному. Омега-3 к омега-6. Чтобы не было воспалений там и так далее. И таких яиц практически найти нельзя. Потому что даже домашние куры, которые вот только разве что на свободном выпасе, в этот период, когда они на свободном выпасе, и когда при этом человек их не докармливает зерном, тем более уж не говоря о комбикормах, тогда да, там действительно соотношение может быть 1,2-1,5 к одному. Если человек докармливает их, этих кур, которые на свободном выпасе, но скажем, только льняными семенами, тогда да, там может быть даже один к одному соотношение. Если же это яйца из магазина, то есть промышленные, конвейерные, вот это вот производство ужасное, то там 1 к 20. То есть 20 частей омега-6 и одна часть омега-3, это ужасно, и это вредно. Ну, а промежуточные варианты, когда куры типа деревенские что-то, да, едят, а иногда они вообще даже в деревнях не выходят на улицу. Ну, что они там едят? Какие-то виды травки и так далее? Нет, в основном не едят. Ну, если что-то и едят, каких-то жучков, там, паучков тоже едят, и человек их докармливает в основном вот этими комбикормами, приготовленными, ну, либо им самим, либо промышленными, что хуже, то там уже соотношение 1 к 10, 1 к 15. Ну, вот это, чтобы вы знали, по яйцам. То есть очень многое зависит от содержания и кормления. Но еще раз запомните, в растительных маслах, в любых, даже в льняном, нет ЭПК и ДГК омега-3 жирных кислот, а есть только АЛК, из которых теоретически может синтезироваться ЭПК, ДГК, но если любые проблемы с кишечником, этого не происходит. Поэтому омега-3, ЭПК, ДГК принимать дополнительно обязательно надо. Если хотите быть здоровыми людьми, обязательно. И лучшие здесь, как я уже сказал, препараты Исаева. Ссылка под видео. А так, в любых растениях, конечно, есть, ну, в каких-то количествах и омега-3, и омега-6, и омега-9. Что касается омега-3 жирных кислот, говоря про АЛК, потому что еще раз, нет ни в каких маслах ДГК, ЭПК. Так вот, АЛК, самое высокое соотношение в пользу омега-3, по отношению к омега-6, что очень важно. Вот из всех масел, получаемых из семян, самое лучшее соотношение в льняном масле. Поэтому в салаты свежедавленное льняное масло вы можете добавлять. Оно у нас есть, мы его производим. Далее, кокосовое масло, это идеал. Оно не окисляется, потому что это жиры насыщенные. Они хранятся дольше всех, не теряют свои свойства. И еще, если жарить на кокосовом масле, почему практически нет вони, запаха? Мишленовские рестораны, самые дорогие, жарят именно на кокосовом масле. Потому что практически окисления нет. И вот эти тонкие вкусы, которые так ценят эти гурманы разные, там практически не меняется. Или можно создать практически всегда одинаковые вот эти вот эффекты вкусовые. Это именно кокосовое масло. Ну, как я уже говорил, масло авокадо и оливковое в салаты годится, но лучше всего льняное. Лучше всего MCT, конечно. Это на первом месте. Давайте так, на первом MCT, на втором кокосовое. Ну, в салаты кокосовые не добавишь. Поэтому льняное, конечно, на втором месте. На третьем это органовое. На четвертом, скажем так, это масло оливковое. На пятом авокадо. Ну, примерно так. И помните, что кокосовое, авокадо, оливковые масла получаются не из семян, а из мякоти плодов. Это совсем другое дело. Но и в них, как я уже говорил еще раз повторю, ЭПК и ДГК, полиненасыщенных жирных кислот, нет вовсе. А из омега-3 представлена только АЛК, то есть альфа-линоленовая кислота. Она, конечно, нужна и необходима. Она защищает организм и сосуды, в том числе, от воспалений. А вот омега-6 жирные кислоты вызывают воспаление. Потому так и важно это соотношение. Итак, растительные масла не нужны, как обязательный продукт. Но если их применять, потреблять, то обязательно дополнительно надо получать из каких-то супер добавок высокое содержание омега-3 жирных кислот. Это я уже вам пояснил. Теперь давайте пару слов еще про MCT масло. Да, это лучшее масло, объективно, так как самое безопасное. Но оно также не дает ЭПК и ДГК жирных кислот, потому что их в растительных продуктах, кроме некоторых одноклеточных морских водорослей и некоторых там грибов-лишайников, из растительных продуктов нет нигде. Но зато MCT масло, если вы будете потреблять в пищу, как заправку в салаты или там жарить на нем, то эти масла, во-первых, они не окисляются. Во-вторых, они не будут засорять и разрушать организм. Они не будут откладываться в жировой ткани, в мембранах. Добываются они из кокосовых орехов, точнее из кокосового масла. Лучшее органическое натуральное MCT масло вот это. Ссылку на него, чтобы приобрести, оставлю под этим видео. А отправляем мы любые наши продукты и другие товары в любые города России и страны мира. Не важно, где вы находитесь. Поэтому переходите под этим видео, смотрите ссылки, открываете их и что нужно, прочтете, приобретете. А вообще MCT масло это среднецепочечные триглицериды. Они очень быстро превращаются в кетоны в организме. Кетоны это идеальное топливо, ну, для многих клеток, и в частности, особенно для головного мозга. Они улучшают его работу, то есть когнитивные способности, оперативное мышление. Это масло можно, естественно, при кетодиете. Оно абсолютно безвредно. Оно усваивается, перерабатывается на 100%. Полезно оно на интервальном голодании, потому что дольше не захотите есть. Спокойно в 16.00 что-то поели с MCT масла. И дальше, если, конечно, сладкое не будете есть до этого времени, есть не захотите до утра следующего дня. Для тренировок большая польза в MCT масле. Оно лишено всего того, что делает масла из семян вредными для нас. Оно еще полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Оно содержит противогрибковые компоненты, очень нужные в борьбе с кандидой. Помните, кстати, что кандида и другие грибки, паразитические, плесневые, дрожжевые, питаются сахарами. Конечно, помните также о том, что нельзя есть все эти картошки фри, пончики, жареные в масле, тем более в каком? Ну, конечно, в основном в подсолнечном. Где-то там на юге или в США в Холопковом часто. Ну и так далее. Никогда в салаты не добавляйте подсолнечное масло, а только те, которые я привел вам в пример выше. И да, есть такой вопрос, об этом даже много видео снято, что, мол, растительные масла из семян вреднее даже сахара. Конечно, это и так, и не так. Вред и того, и другого огромен. И лучше не есть ни то, и ни другое. И вообще в магазинах найти еду, пищу настоящую, практически невозможно. А все, что приготовлено, все, что в упаковках запечатано и долго хранится, содержит все. И сахар, и масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот и омега-9, и крахмал. Все это лишено жирорастворимых витаминов и других многих важных нутриентов. Сахар, например, лишает нас в первую очередь витамина В1. Поэтому, если человек потребляет сладкое, витамины группы В принимать необходимо. Вот, например, и эти. С В1 по В8. Кстати, витамин В9 и В12 принимать надо отдельно от других витаминов группы В. Поэтому вот и разделены у нас на два препарата в липосомальной все форме. Это В12 плюс В9, а второй это с В1 по В8. Их просто надо в разное время дня принимать, не смешивая. Кстати, потребление сахара расходует огромное количество витамина С. Витамин С просто необходимо всем тем людям потреблять отдельно, которые едят что-то сладкое. И чем больше, хотя это не нужно и плохо, вредно, не надо, но чем больше, тем больше витамина С. Ну, хотя бы грамм в сутки. Витамин С, вот, пожалуйста, тоже в липосомальной форме есть. Липосома это такая оболочка из фосфолипидов, которую обернуты, да, вот какой-то витамин-минерал. 100% КПД-усвоение, а фосфолипиды идут на построение клеточных мембран. То есть, это такое безотходное, идеальное, что называется, производство и переработка. Ну, и, конечно, помните, что сахар разрушает сосуды, вызывает дефицит многих витаминов и минералов. Во фруктах, ну, хотя бы сахар, содержащийся там в виде фруктозы и глюкозы, ну, немного сбалансирован присутствием там витаминов. Во фруктах, конечно, хотя бы содержится сахар в виде глюкозы и фруктозы, природный, который, ну, несколько балансируется содержанием в этих же фруктах каких-то витаминов и минералов. И от фруктов была бы одна польза, если бы не тот сахар, и чем слаще фрукт, тем вреднее в том смысле, что там много все-таки сахаров. А что такое сахара, я во многих своих видео пояснял. И еще у меня есть новый канал, новый на ютубе, в который теперь выкладываются ролики, высоко профессионально сделанные, с такой графикой, спецэффектами, такой новой студией красивой. Вы можете их посмотреть на моем другом канале. Ссылку я вам тут внизу оставлю. А также ссылку оставлю на Boosty. Там мы публикуем те видео, в том числе импортные, переводные, озвученные, которых нет в ютубе и в других соцсетях. Boosty это платный ресурс. Но вы прочтите, зайдите. Если захотите, только если захотите, тогда можете подписаться и на Boosty. Там платная подписка. Ну, естественно, каналы и остальные все у меня бесплатные. А канал на Boosty создан у нас совсем недавно. Но еще раз говорю, там размещаются материалы, которых нет и не будет в других соцсетях. И, кстати, на новом моем канале первые три видео вышли именно о сахарах, о инсулинорезистентности, гипергликемии, там метаболическом синдроме, и вот обо всем об этом. Это исчерпывающая информация, на моем канале старом, вот такой объемной, исчерпывающей, глубокой информации нет. Ну, разве что, если посмотреть все там десятки видео, а там это всего лишь в трех собрана эта информация. Я советую вам эти видео посмотреть и подписаться на тот канал, если будете только его впоследствии тоже смотреть. Ну что ж, дорогие товарищи, на сегодня все. Я надеюсь, я смог вам объяснить главное, почему и чем вредны масла вообще растительные, особенно из семян добытых, кроме льняного холодного первого отжима, какие можно растительные масла потреблять в салаты, на каких жарить, ну и чем вообще опасны дисбалансы, диспропорции между омега-3 и омега-6 жирными кислотами, а также, что вы теперь, я надеюсь, поняли, что даже омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в маслах растительных, даже если там только омега-3 жирные кислоты, то они представлены только АЛК, но не ЭПК и ДГК, так жизненно нужными нам. Поэтому получать омега-3 жирные кислоты, ЭПК, ДГК нужно дополнительно. Это лучшие здесь, это препараты профессора Исаева. А какие масла в салаты добавлять, на какие жарить, я вам все пояснил. Поэтому, надеюсь, вы всю эту картину глобально теперь поняли. Знаете, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!